Поэт Алексей Алексеевич Ганин в 1914-1911 годах в Вологодской газете «Ехо». В 1914 году поэт пошел в армию, получил назначение в Николаевский военный госпиталь в Петербурге. Проработал два года, прослужил. В 16-м году познакомился с Сергеем Есениным, который служил в госпитале царского села. Завязалась некая дружба. Вместе с Есениным и Зинаидой Райх Ганин совершил поездку на родину в Волгду и на Соловки. Как раз в это время Есенин венчался с Зинаидой Райх. В 1917 году Ганин вместе с Клюевым, Есениным и Орешиным опубликовался в левоэсеровском альманахе с Киевы. Был знаком с Александром Блоком. В 1918 году вступил в Красную армию, служил фельдшером. Опять же опубликовался. Издал в Волгде поэмы «Звездный корабль». В 1923 году переехал в Москву. Ему удалось выпустить 11 сборников, которые были изготовлены литографическим способом. Ну, задешево, скажем так. В первые годы после революции Ганин создал ряд произведений, которые были направлены против большевиков, как врагов России. В начале 20-х годов с группами единомышленников создал программу «Спасение России», где выдвинул идею Великого Зимского Собора и «Воссоздание национального государства». Написал антибольшевистские тезисы. Ну, конечно, после всего этого осенью 1924 года Алексея Ганин арестовали по обвинению в принадлежности к ордену русских фашистов. Это 1924 год. Он был назначен руководителем организации. Поэтому же дело привлекли 14 человек. Алексей Ганин был расстрелян. «Прах погребен на территории Явовской больницы». В 1966 году, 6 октября, дело по обвинению было прекращено за отсутствие состава преступления. И он был реабилитирован посмертно. Хочу прочитать вам некоторые стихии. Ну, вот одно стихотворение написано в 17-18 годах, как раз период встреч с Есениным. Оно без названия. Чув, горний благовест, купаясь в синеве, Серебряные крылья раскинул звук. Журча рассыпали по облачной траве Ручьями звезды из чьих-то рук. Моляясь на тихий свет, сидит туман старик Над синим озером у камыша. Зароющий голубой нежные свирели зари Все в крыльях звука. Проснись душа. Еще одно стихотворение. Мне гребень нашептал, что волосы ледеют, Что скоро заблестят, как ини сетины. И тихо за окном из старых сучьев Радея Тоскует солнцепек о радостях весны. В холодной синеве природа немела. Поднялся белый стон над стынущим ручьем. И где-то далеко за рощей прозвенела Осенней печаль от летным журавлем. По скошенным лугам блуждает желтый ветер. Замахнет седым крылом, поплачет у куста. И ровим золотым озгорбившихся ветел Зовется к облакам засохшие листва. И чудится душе, стревоженной мечтами. Без глаза лик времен вдохнул из прошлых бурь. Ветлое гнется жизнь. И мчатся дни за днями. Певучей желтизной предвечная лазурь. По уцейшим холмам в туманном синем поле И юности мечты с ватагами страстей Летят куда-то прочь в последней буйной воле На огненных хребтах взбесившихся коней. Клубятся в небесах пылающие раны. Все дальше звон копыт, все дальше красный скач. И синяя печаль в природе молчаливей И в сердце, как любовь, таится тихий плач. Блиннеется на цепек. Лучом опавший волос Сквозь гривень проскользнул с открытого чела И где-то за спиной понятней шепчет голос Что нет уже весны. И юность отошла. Красивое стихотворение. А вот еще одно стихотворение. Называется оно «Русалка». Я только часть прочту его. Русалка, зеленые косы. Не бойся испуганных глаз. На сером оглохшем утесе Продли нецелованный час. Я понял. И сердце пророчит, Что сгинут за сказками сны. Пройдут сниглазые ночи. Уснут лота кудрые дни. И снова идешь ты далече. В лазурное море уйдешь. И память о северной встрече По белой волне расплеснешь. Одежда из солнечной пряжи Исклеют на крыльях зари. И солнце лица не покажет За горбом шерватой горы. Такое стихотворение. И вот еще прочитаю Фрагментик небольшой, Потому что стихотворения достаточно большие. Лимит времени у меня. Называется это стихотворение «Разуму». Мой бедный шут, Мой поводырь слепой. Мы подошли к вратам последней тайны, А ты кричишь и тишишься игрой, Как в первый час зари моей случайной. Но час зари сгорел В дыхании дня. И день ушел по облачным карнизам. Ты не узнал творящего огня И не коснулся края светлой ризы. И в нашем храме жертвы не кугас. Поднялся дым И серые туманы. И ты в бреду пустился в дикий пляс. Закрыл алтарь И пенил обманом. Мой бедный шут, Кончай свой дикий пляс, Кончай игру холодными огнями. Мы все прошли. И вот последний час Звенит в замках тяжелыми ключами. Стонала дважды судная труба. Наш путь крестом Встает в плавучем мраке. И стайный врат Глядит на нас судьба. И луч души на камнях Чертит знаки. Врата скрипят, Несется бледный конь. Мы в желтом пламени Последнего порога. Молись, мой шут, Снимай свой балахон. И жги колпак За скорби в жертву Бога. Ну вот, пожалуй, и все, Что я хотел вам рассказать О поэте Алексея Ганиной, Который родился в 1883 году В Огодской области. Дружил с Блоком Есениным. Писал стихи. Но по обвинению В принадлежности К ордену русских фашистов В 1924 году Был расстрелян. Такая судьба у человека. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова